До 1 марта включительно на Ямале продлен режим повышенной готовности. В преддверии Великого Православного Праздника Крещения в службу в храме возглавил архиепископ Салихардский и Новоуренгойский Николай. Спасли от замерзания. Муравленковские госавтоинспекторы помогли нескольким водителям на трассе Сургут-Салихард. Здравствуйте! Теперь об этих и других событиях расскажем более подробно. Режим повышенной готовности на Ямале продлен до 1 марта включительно. Документ подписал глава региона Дмитрий Артюхов. Все ныне действующие ограничения сохраняются. Людям старше 65 лет, лицам с хроническими заболеваниями предписывается самоизоляция. Ямальцы при возвращении из отпуска или командировки продолжительностью более 10 дней обязаны предоставить работодателю заключение об отрицательном результате теста на коронавирус. В случае его отсутствия работнику может быть предоставлен 14-дневный отпуск или перевод на дистанционную работу. Сохраняется масочный режим и социальная дистанция в магазинах и местах оказания услуг, общественных местах и транспорте. Предприятия общественного питания с 23 до 6 часов утра работают только на вынос и дистанционно доставляют заказы. Запрещена работа ночных клубов. Новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрированы за последние сутки в 11 муниципалитетах округа. По данным регионального управления Роспотребнадзора, на Ямале получено 110 положительных тестов на COVID-19. Из этого количества заболевания подтвердилось у 12 рабочих вахтовых поселках. Еще 98 человек заболели в муниципалитетах округа. Самое большое количество новых случаев зарегистрировано в Губкинском – 19, в Новом Рингое – 18. В Муравленко за сутки получено 7 положительных тестов. Всего на Ямале госпитализировано 545 пациентов, 48 находятся в тяжелом состоянии, двое в крайне тяжелом. Выздоровели за сутки 237 человек. Количество летальных исходов выросло до 362. За сутки скончался один пациент с коронавирусом в Ноябрьске. Наш город посетил архиепископ Салихарский Новоуренгойский Николаев. В храме Преображения Господня он возглавил богослужения и обратился с проповедью к прихожанам. Рассказывает Наталья Матюшкина. Колокольный звон возвещает о прибытии архиепископа. После торжественной встречи начинается богослужение, которое приносит духовную благодать всем, кто в нем участвует. Ходим часто в храм. Ходим для того, чтобы искупить свои грехи, попросить прощения и получить Божью благодать. И научиться правильно жить в это суровое время. Это самое главное. Уметь любить, учиться любить, учиться прощать и учиться делать добрые дела. Успокоение, во-первых, для себя находим. Просим за близких, здоровье, благополучие. Дети, когда наши уезжают, просим также за них. Приезд архиепископа в наш город всегда радость для прихожан и духовенства храма. Сейчас православные отмечают Рождество, Христово и Святочные дни. Вскоре будут встречать праздник Богоявления или Крещения Господня. Очень рады поделиться с вами радостью, связанной с тем, что мы с вами сейчас встречаем святки после Рождества Христова, как претензии Рождества Христова, Рождества Христова, Рождества Христова нам всем. В этот светлый день произошло еще одно радостное событие. За достойное прохождение церковного служения поощрили служителя храма преображения Господня Иерея Павла. Иерея Павла служила, догадывается право нарушения Камиланки. Владыка прибыл в наш город в день почитания преподобного Серафима Саровского. Этого святого очень чтят в православном мире и всегда обращаются к нему за помощью. За его подвиги и за ту великую благодать, которую Господь дал ему. И вот эта благодать, конечно, привлекала многих и многих приходящих к нему. Сам преподобный Серафим для нас является как бы моим путеводителем в духовной жизни. После богослужения архиепископ провел причастие и поздравил муравленковских православных с праздниками. Желаю Богу, чтобы исполнилось в жизни всех нас с вами, чтобы Господь на нас с радостью взял, чтобы мы с вами стали причастниками жизни тех святых, которые вспоминаем, и самые блаженные вещества, которые Господь ожидает всех нас, как раз в другом местном царстве и невестном. Аминь. Наталья Матюшкина, Виталий Сидняев, Новости Муравленко. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов принял участие в заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию, на котором вице-премьер Марат Хуснулин подвел итоги кампании по строительству и ремонту дорог в 2020 году и обозначил задачи на ближайшее время. На Ямале прошлый год был объявлен годом дорог. Главными событиями стали открытие Пуровского моста раньше запланированного срока и запуск круглогодичного проезда по дороге на Дым-Салихард. На совещании у президента России с членами правительства Марат Хуснулин привел мост через Пур как успешный пример государственно-частного партнерства. Предлагаем приступить к реализации новых объектов на принципах государственно-частного партнерства с привлечением внебюджетных источников. В целом у нас уже есть успешный опыт реализации ГЧП проектов в регионе. В презентации представлено, как в Ямало-Ненецком округе был открыт мост через реку Пур, построенный на частные деньги. В целом в год дорог на Ямале начались работы на 400 километрах региональных и муниципальных трасс. Завершить их планируется в 2022 году. В муниципалитетах в нормативное состояние привели 76 километров дорог и конструировали и построили почти 27 километров. По итогам совещания губернатор Дмитрий Артюхов поручил провести проверку эффективности выделения субсидий на дорожную деятельность в муниципалитетах. Особое внимание обратить на приемку объемов и качество работ. Автоинспекторы ГИБДД первыми приходят на помощь тем, кого подвел транспорт на автотрассе. В дни, когда на Ямале стояли морозы под 50, а то и более, большегрузы попросту глохли на загородной дороге. А их водители оказались буквально на грани выживания. Рассказывает Татьяна Бойко. 23 декабря 2020-го на трассе под минус 50. КамАЗ заглох буквально посреди дороги. А это уже 4 января 2021-го. Прицеп оторвался от тягача прямо во время движения. Мороз под 40. Казалось бы, водителям помощи ждать неоткуда, но автомобилисты не остались с бедой один на один. И в первом, и во втором случае автоинспекторы организовали регулировку движения и нашли транспорт, чтобы отбуксировать большегрузы. А порой и сами брали на буксир легковушки, которые вместе с автолюбителями оказались в морозном плену. Или вот, к примеру, помогли водителю грузовика заменить колесо. В ходе патрулирования на рядом дорожно-патрульной службы на 345-м километре автодороги Сыру Целихард было обнаружено транспортное средство КамАЗ, которое частично стояло на проезжей части. В ходе беседы с водителем оказалось, что у него пробито левое переднее колесо. Для того, чтобы своевременно освободить проезжую часть для движения других автомобилей и не создавать аварийных ситуаций на дорогах, автоинспекторами в условиях мороза было принято решение помочь водителю заменить колесо с пробитой шиной на запасное колесо. Таких историй спасения наберется немало. Вахид Атигенов ехал с Дагестана в Новый Уренгой. Остановился помочь водителю, а потом и сам не смог завести свой автомобиль. Газель при 50-градусном морозе остыла быстро. Пешком добрался до кафе. Шел почти два километра. После решить проблему помогли автоинспекторы и спасатели. Автомобиль Ивана Осмодьярова тоже не прошел проверку морозами. Водитель ехал из Салихарда в Тюмень. Хёнде-Портер заглох на трассе в нескольких десятках километров от Муравленка. Проехали Уренгой. Там температура была уже 47 градусов. Встали мы где-то 20 километров от Муравленка. Видимо, патруль просто ехал по трассе и остановился помочь. Предложили погреться. Остановили автомобиль. Примерно по размерам, как наш, чтобы смог нас тянуть. Очень быстро решилось. Буквально 10 минут, и мы уже ехали на остановленной машине в сторону Муравленка. Когда столбик градусника опускается ниже 30, инспекторы ДПС контроль на трассе усиливают. Чтобы не только помочь водителям, попавшим в беду, но и убедиться, что на проезжей части нет транспорта, который сковал мороз. Ведь в условиях плохой видимости он может стать причиной ДТП. В преддверии холодов, перед заступлением на смену, в первую очередь мы проводим обследование нашей зоны обслуживания. И в случае, если не представляется возможным, то останавливают попутные транспортные средства, узнаем, есть ли на проезжей части грузовые, лиховые транспортные средства, нужно ли оказать им помощь. Убрать с дороги неподвижный большегруз – непростая задача. И чтобы ее решить как можно быстрее, требуется соответствующая техника. В первую очередь данную проблему может решить грузовой эвакуатор, который, к сожалению, у нас в Ямало-автономном округе нет его. Если данный грузовой эвакуатор будет в каком-либо городе, в Ямало-автономном округе, это зачастую решит проблему, чтобы убрать транспортные средства как минимум с проезжей части, а в дальнейшем, чтобы эвакуировать данное транспортное средство до пункта обогрева его. Но как бы ни было сложно, без специализированной техники помощь всегда приходит вовремя. Нередко сотрудники Ямал-автодора выступают в качестве спасателей. Каждый раз до наступления сильных морозов автоинспекторы и сотрудники МЧС напоминают водителям, что выезжать на трассу в такие дни опасно. Как правило, аномально низкая температура воздуха долго не держится. Если нет острой необходимости в поездке, морозы легче переждать. Госавтоинспекция города Мураленко настоятельно рекомендует автомобилистам воздержаться от дальних поездок морозы, избегая движения по загородным автодорогам в ночное время. Также обращает внимание водителей на своевременную заправку автомобилей топливом и его соответствует температурным режимам. Также перед выездом необходимо провести тщательную проверку технического состояния автотранспорта, элементарно зарядить мобильное устройство и желательно с собой взять теплую одежду, трос и инструменты. Если верить прогнозу погоды, очередные морозы вновь ударят в середине следующей недели. Экстренные службы их встретят во всеоружии. Вместе с тем сотрудники ГИБДД и спасатели надеются, что и автолюбители сядут за руль, лишь когда будут уверены в том, что при аномально низкой температуре транспорт их не подведет. Но если все же случится поломка, помощь придет незамедлительно. Татьяна Буйко, Виталий Сидняев, Новости Муравленко. Купить проездной автобусный билет по льготной цене – такая возможность теперь есть у 5000 школьников и студентов Ямала из малоимущих семей. Все, кто претендует на данную меру поддержки, заплатят за месячный проездной 174 рубля, независимо от города или района. Где-то это будет электронная карта, где-то бумажный документ. Чтобы его приобрести, необходимо обратиться в Управление социальной защиты населения муниципалитета. С этого года школьники и студенты из малоимущих семей имеют право приобрести единый проездной билет на городской транспорт по льготной стоимости в размере 174 рубля. До этого года данная категория граждан пользовалась возмещением расходов по проезду на городском транспорте. Оно составляло 399 рублей ежемесячно. Но практика показала, что данная выклада не всегда покрывала расходы на приобретение этой категории проездных билетов. Теплая погода порадует муравленковцев недолго. Уже на следующей неделе, по прогнозу синоптиков, на Ямал придут крещенские морозы. А вместе с тем повышается риск получить оморожение. Только в период новогодних праздников за медицинской помощью к врачам с такой проблемой обратилось четверо жителей, среди которых был один ребенок. О том, как защитить себя от холода, расскажет Наталья Матюшкина. Получить переохлаждение можно не только в сильный мороз. Если даже столбик термометра опустился ниже нуля на пару-тройку градусов, длительное пребывание на улице, особенно без движения, может привести к очень неприятным последствиям. Чаще всего от мороза страдают нос, уши, щеки, подбородок, пальцы рук и ног. К сожалению, распознать наличие обморожения удается не сразу. Медики подчеркивают, в качестве согревающего средства нельзя использовать алкоголь. Он снижает порог болевой чувствительности. А также не стоит растираться снегом. Им можно сильно повредить кожу. Ни в коем случае при обморожении растирать никакие участки нельзя. Если вдруг вы обморозили руки, то надо в тепло. Ближайшее, то что можно, это подмышки. Они довольно хорошие теплообменом обладают. Также, если это заморозили лицо, кончик носа, уши, то сухие перчатки, если на вас хорошо одеты, то тоже ими можно прикрыть. Но и не затягивать, обращаться либо в приемное отделение, либо в поликлинику к хирургу-травматологу. Зимой особое внимание стоит уделить детям. Терморегуляция их организма пока несовершенна. Поэтому родители должны всегда отслеживать состояние ребенка во время прогулки на улице. Если у ребенка покраснел нос, побледнели щеки, если ребенок жалуется на холод, если у него замерзли ноги, и тогда, когда вы приходите домой, ноги холодные или ледяные, если у него замерзли кисти рук, то вы должны срочно перейти в помещение. Самые уязвимые части тела для холода у ребенка – это голова, шея, кисти рук и ноги. К детской одежде предъявляют повышенные требования. В первую очередь она должна соответствовать погоде и быть удобной. В тесных вещах ребенку трудно быть активным, и он может быстро замерзнуть. Стеснение движения в грудной клетке – это нарушение дыхательной функции. Стеснение движения в желудочно-кишечном тракте нарушает обменные процессы. Если тесная одежда в рукавах, то это сдавливание конечностей, сдавливание бедер. Поэтому одежда должна быть по размеру или плюс один размер, для того, чтобы был слой, промежуток воздуха. Послойная одежда, она дольше сохраняет тепло, не приводит к отяжелению материала, потому что нет активного потоотделения. Прилегающий к телу нижний слой одежды должен хорошо отводить влагу. Средний – сохранять тепло, а верхний – защищать от ветра. И, конечно, нужны теплые варежки, шарф, шапка и водонепроницаемая обувь. Ускорить процесс переохлаждения и обморожения может усталость и голод. Поэтому зимой лучше отказаться от различных диет. Это позволит организму сохранить энергию и легче перенести холода. Наталья Матюшкина, Сергей Лукович. Новости Муравленко. Муравленковцы могут не только передавать показания приборов учета электроэнергии с помощью голосового робота, но узнать баланс лицевого счета. Такие сервисы для удобства и повышения качества обслуживания клиентов внедрили «Ериц Янао» и «Газпром Энергосбыт Тюмень». Позвонив по номеру 8 800 156 06 и переключившись на клавишу 3, потребитель электроэнергии может узнать баланс лицевого счета, наличие задолженности или переплаты, размер пени или зачисление платежа. Главное удобство и преимущество сервиса в том, что потребителю электроэнергии не требуется ожидать ответа оператора контактного центра, что значительно сокращает время обращения в компанию. Кроме того, сервис работает в круглосуточном режиме. Также узнать информацию о состоянии лицевого счета можно в квитанциях, извещениях на оплату электроэнергии и в личном кабинете на сайте компании. Территориальная избирательная комиссия города подвела итоги работы за 2020 год. В прошлом году избирком провел сразу три масштабные кампании – общероссийское голосование, выборы депутатов, законодательное собрание Ямала и в Городскую думу. В наступившем году муравленковцам предстоит принять участие в двух избирательных кампаниях. Подробности у Ирины Бугрим. В середине лета 2020-го состоялось одно из важнейших событий в истории современной России – голосование по поправкам в Конституцию страны. В Муравленко в этом мероприятии были задействованы более 200 человек – члены избирательных комиссий, волонтеры, сотрудники полиции. Основной этап кампании длился семь дней. Благодаря тому, что распределена потоковая нагрузка на семь дней, голосование проходит в безопасном режиме. Люди активно голосуют. Члены избирательной комиссии защищены экранами защитными, масками, перчатками. Средства индивидуальной защиты меняются каждые два часа. Пандемия внесла свои коррективы в процесс голосования. В рамках ограничений на участках была организована термометрия. Всем участникам процесса выдавали маски, перчатки, индивидуальные ручки. Кроме того, жители города смогли отдать свой голос на дому. Очень удобно. Во-первых, карантин для меня еще. Во-вторых, что я уже в возрасте, и мне очень тяжело идти туда, встречаться с другими людьми. Я рада. Однако в такое время я опасаюсь еще. Опыт общероссийского голосования лег в основу сентябрьских выборов. Муравленковцам предстояло решить, кто будет представлять их интересы в окружном парламенте седьмого созыва и в городской думе. Голосование проходило в течение трех дней. Для того, чтобы как-то сыграть роль в нашей жизни, для улучшения. Это гражданский долг. Каждый обязан выполнить его. Муравленковцы проявили активную гражданскую позицию. По выборам депутатов городской думы и законодательного собрания Ямала явка избирателей составила почти 50%. Провести все кампании было бы невозможно без тщательной подготовки. Семинаров, обучения, повышения квалификации, активной работы с молодежью. А в этом году муравленковцы примут участие в двух избирательных кампаниях. Жителям города предстоит избрать депутатов Государственной думы и областного парламента. Выборы в Государственную думу пройдут по смешанной системе. Горожане получат по два бюллетеня. Один бюллетень – это по одномандатным избирателям округам, второй бюллетень – по партийным спискам. Также осенью пройдут выборы депутатов Тюменской областной думы седьмого созыва. Горожане также получат по два бюллетеня. Один бюллетень – по одномандатному избирателям округа, и второй бюллетень – по единому избирателям округу. Территориальной избирательной комиссии города в прошлом году исполнилось 10 лет. За это время на высоком уровне проведено более 20 кампаний. Ближайшие выборы состоятся уже этой осенью. Муравленко на протяжении нескольких лет входит в пятерку лидеров по явке избирателей. Ирина Бугрим, Сергей Лукович, Новости Муравленко. В Центре социального обслуживания населения провели необычный мастер-класс. Под руководством профессионального повара юные муравленковцы научились готовить любимое лакомство детей и взрослых – мороженое. Секрет домашнего приготовления узнала и моя коллега Анастасия Попова. Этот необычный и вкусный мастер-класс ребята ждали с нетерпением. К делу подошли серьезно и с большим интересом. Вместе с поваром Вероней Гайдыш в Центре социального обслуживания они уже пробовали печь торты, булочки и пироги. Но на мороженое замахнулись впервые. Давай, взбивай. Давай, подожди. Ручку так забирай. Держи стаканчик. Конечно, полезно. Почему-то они научатся, что-то как-то их дальше поведет. Нравится им это, возможно, заложит какой-то фундамент в будущей профессии. Про ингредиенты и историю возникновения этого популярного десерта ребятам узнавать было особенно интересно. Вероня Гайдыш – повар с 10-летним стажем. Поделилась своими знаниями с юными кондитерами. Десятилетний Тимофей Костянко рассказал, что уже пробовал приготовить мороженое самостоятельно. Но в компании единомышленников творить куда интереснее. Мне больше всего понравился этот, когда мешаем крем, делаем. Моторику развивает. Когда вырастешь, будешь маме готовить, бабуле. Вероника Карпович обожает мороженое, но до сегодняшнего дня приготовить этот десерт у нее не получалось. Девочка говорит, не хватало знаний и навыков. А сегодня ингредиенты сошлись. Полезно тем, что можно приготовить такой вкусный десерт и угостить его всех. Один из этапов приготовления десерта – его декор. Здесь фантазии детей нет предела. Ягоды, фрукты и шоколадная стружка идут в ход. А после формы отправляют в морозильную камеру. Еженедельно в Центре социального обслуживания населения для детей и взрослых проходят интересные образовательные и творческие мастер-классы, на которых можно не просто научиться и узнать что-то новое и полезное, а также познакомиться с множеством интересных людей. Для того, чтобы приготовить одно из самых любимых детских лакомств, нужно совсем немного времени и желания. И, кажется, наши ребята с задачей справились. Приятного аппетита! Анастасия Попова, Сергей Лукович. Новости Муравленко. Это все новости на сегодня. Еще больше подробностей на нашем сайте. Муравленко24.ру Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова